Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную снежинку декоративную, которую можно использовать в качестве подвесочки на новогоднюю елочку, либо в комнате как украшение, либо просто как подарочек. Можно использовать как игольницу, да, где угодно. Я думаю, что здесь уже зависит все от вашей фантазии. Вот, минимум расхода материала, максимум, так скажем, настроения, очень быстро все это легко делается, выходит в итоге очень даже симпатично. Вот, в преддверии нового года, я думаю, что такая замечательная вещица, в принципе, понадобится любому, как подарок своими руками. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязаной игрушечки нам понадобится пряжа. Я взяла чистую белоснежную вот такую вот пряжу. Это стопроцентный акрил, но довольно-таки для акрила очень нежная пряжа. Это от фирмы Ланоса Минти. Пряжа средней толщины, 300 метров в 100 граммах. Вот, в соответствии от толщины пряжи я взяла размер крючка, это у меня полтора. Ножнички для обрезания кончиков. Можете взять, в принципе, любую другую толщину пряжи беленькой и, соответственно, возьмете под нее крючок. То есть, если пряжа толще, берите крючок потолще. Если пряжа, допустим, хлопковая тоньше, то, соответственно, возьмите крючок потоньше. Немножечко нам понадобится наполнителя. Я буду использовать холофайбер и глазки-бусинки. В зависимости от вашего желания и вашей фантазии берете нужный диаметр. То есть, хотите, можете взять большие, хотите, возьмете средние, маленькие. В общем, на ваше усмотрение. И в качестве украшения можете использовать, в принципе, любые бусинки, стразики, цветочки, в общем, бантики. Ну, то есть, это как пример я вам могу показать. Также для пришивания глазок вам понадобится обязательно иголочка. И немножечко понадобится какой-нибудь либо пряжи просто для вязания, красной или розовой, для улыбки. Или же для вышивания мулине, которые ниточки используются. То есть, в принципе, нужны ниточки будут немножечко для улыбки именно выше. Также я буду использовать маркер, но буду использовать в качестве маркера просто кусочек ниточки. Мне им удобно работать. Если вам удобно работать вот таким вот маркером, отмечать ряды, то, соответственно, отмечаете ряды таким маркером, которым вам удобно. Итак, в общем, хорошего настроения. Мы начинаем вязать. За основу берется кольцо амигуруми, поэтому мы берем ниточку, крючок и делаем кольцо амигуруми. Обхватываем вокруг пальчиков, делаем вот такое вот колечко, ныряем крючком в колечко, захватываем ниточку и еще раз захватываем ниточку. Закрепляем наше колечко движущее и в него набираем 6 столбиков без накида. Ныряем в колечко, захватываем. На крючке у нас 2 петельки, сквозь 2 петельки продеваем еще петельку. Это один столбик. Затем ныряем, захватываем петельку, продеваем сквозь 2 петельки второй столбик и так далее. То есть третий столбик, обычные столбики без накида. Ныряем, захватываем четвертый, ныряем, захватываем пятый и ныряем, захватываем шестой столбик. Придерживаем петельку на крючке и стягиваем наше колечко. Стягиваем очень хорошо и плотненько, чтобы не было дырочки. Теперь берем, находим первую петельку и в нее провязываем два столбика без накида. То есть прибавочку делаем. И в каждую последующую из пяти оставшихся столбиков делаем по два столбика без накида. В каждую петельку. Итак, первая петелька, вторая петелька, два столбика без накида, третья, два столбика без накида, четвертая петелька, два столбика без накида, пятая петелька, два столбика без накида и последняя, шестая петелька, два столбика без накида. Теперь, как я вам говорила, ставим маркер в начало ряда. Я буду использовать, еще раз повторюсь, ниточку просто другого цвета, чтобы мне было удобно и видно. Вы можете использовать любое другое подручное для вас удобное средство для отмечения ряда. Вот так будем называть. Теперь мы будем чередовать столбик без накида в следующую петельку прибавочка. То есть четные столбики мы будем прибавлять, а в нечетные просто провязывать столбик без накида. Итак, начинаем. Столбик в первую петельку, во вторую два столбика. Теперь снова столбик прибавочка, два столбика без накида в одну петлю. Столбик прибавочка, два столбика без накида в одну петлю. Итак, чередуем. Столбик прибавочка, столбик прибавочка. До конца этого ряда, до отметочки. Столбик прибавочка. И последний раз столбик и прибавочка. В этом ряду у нас добавилось 6 столбиков без накида. Поэтому у нас сейчас 18 столбиков без накида по кругу провязанных. Теперь снова берем ниточку, вытаскиваем, ставим начало рядом. В этом ряду мы будем чередовать, уже провязывать два столбика без накида, в третью делать прибавление, тоже провязывать два столбика без накида, но в одну петлю. То есть столбик, столбик, прибавление, столбик, столбик, прибавление. Итак, 6 раз. Начинаем. столбик в одну петелечку, в следующую петелечку еще один столбик и в третью петелечку два столбика без накида в одну петельку. Снова столбик в одну петлю, столбик во вторую петелечку и прибавление два столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик, прибавление. Два столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, прибавление. И последний раз мы провяжем столбик, столбик, прибавление. И так у нас довязан ряд. Теперь снова вытаскиваем ниточку или маркер и ставим начало ряда. Теперь будем чередовать три столбика без накида в четвертую делать прибавление. То есть столбик, 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 четвертый столбик прибавления. Начинаем. Столбик один, далее в следующую петельку столбик второй, в следующую, в столбик третий, а затем прибавочка два столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, в следующую петельку прибавочка два столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, прибавочка. И так мы будем делать до конца ряда. Если вы сейчас посмотрите, то у вас уже в принципе видно. Смотрите, в предыдущих рядах мы делали с вами прибавление. И вот мы сейчас делаем прибавление над прибавлениями. Здесь очень легко не запутаться. То есть смотрите, у вас раздвоение идет из петельки 2 столбика над столбиками предыдущего ряда прибавочками. То есть столбики над столбиками, прибавочки над прибавочками. Очень все легко. Я думаю, что здесь очень все хорошо вам должно уже быть видно. И так, столбик, столбик, столбик. Четвертый столбик провязываем 2 столбика в одну петлю. Столбик, первый столбик, второй столбик, третий. Четвертую делаем. Следующий столбик. Для тех, кого сейчас не очень понятно, что я делаю, вы можете включить видео из предыдущих моих записанных, как сделать круг амигуруми. И там уже более все подробно. Мы сейчас просто делаем круг амигуруми на расширение. Просто делаем кружочек. И так, делаем последний раз 3 столбика без накида в каждую петлю по столбику. И в четвертую сделаем прибавление. 2 столбика в одну петлю. И закончили этот ряд. Снова ставим маркер в начало рядом. Теперь мы будем чередовать уже 4 столбика без накида. В пятую делает прибавление. То есть, столбик первый, столбик второй, столбик третий, столбик четвертый. А в пятой делаем 2 столбика без накида в одну петлю. То есть, делаем прибавление. снова столбик 1 столбик 2 столбик 3 столбик 4 пятый столбик делаем 2 столбика без накида в одну петлю прибавление снова столбик 1 столбик 2 столбик 3 столбик 4 и 5 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку столбик 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 и теперь прибавление делаем пятую петелечку два столбика без накида в одну петлю так мы чередуем до конца ряда 1 2 3 4 5 столбик делаем 5 и 6 если вам так удобно считаете так и последний раз столбик 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 провязали 4 столбика и сделали последнее прибавление два столбика без накида в последнюю петелечку перед маркером маркер вытащили поставили в начало ряда чередуем теперь 5 столбиков без накида в шестой делаем прибавление 5 столбиков без накида 6 делаем прибавление и так 1 столбик 2 столбик 3 4 и 5 6 столбик делаем прибавление я думаю что здесь у вас все уже получается поэтому продолжаем провязывать самостоятельно до конца ряда 1 2 3 столбик 4 5 6 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и так 6 раз довязали последнее прибавление переносим маркер на следующий ряд и теперь будем чередовать уже 6 столбиков без накида в 7 делать прибавление 1 столбик 2 столбик 3 4 5 и 6 7 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку и поехали дальше 7 столбиков 6 столбиков в 7 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку здесь уже четко видно где у нас прибавление вот над прибавлениями и делаем прибавление то есть все как обычно при этом увеличивается наш рапорт на одну петельку. То есть на 6 петель в ряду увеличивается. И теперь снова до конца ряда провязываем чередование столбиков без накида, прибавление столбики без накида, прибавление в седьмую петельку или в седьмой столбик над прибавлением. Последнее прибавление довязано. Переносим маркер в начало ряда. И сейчас мы будем уже чередовать 7 столбиков без накида, 8 столбик делать прибавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Над предыдущим рядом, вот оно прибавление, восьмой столбик делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков в восьмой прибавление. До конца ряда чередуем столбики и прибавление в восьмую уже петельку. Последнее прибавление провязали, маркер в начало ряда переносим. Теперь чередуем уже 8 столбиков без накида, в девятый делаем прибавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и последний, восьмой столбик. В девятый делаем уже два столбика без накида в одну петельку. То есть как всегда прибавление над прибавлениями предыдущего ряда и столбики без накида между прибавлениями. Вот сейчас это четко и отчетливо видно, поэтому продолжаем до конца ряда чередовать 8 столбиков без накида, прибавление 8 столбиков без накида и прибавление в девятый столбик. Закончили провязывать ряд последним прибавлением, маркер ставим в начало ряда и теперь просто будем вязать два ряда столбиками без накида. То есть смотрите, после последнего нашего прибавления у нас по кругу 60 петелек, то есть 6 рапортов по 10 петелечек, вот между прибавлениями, по 10 столбиков без накида. Теперь мы эти 60 столбиков провяжем просто в каждую петелечку по столбику, то есть прибавление мы наше делать закончили. Сейчас нам нужно этот ряд и следующий провязать столбиками без накида. То есть сейчас получается 61 ряд, два ряда это 120 столбиков. Я буду снова отчитывать, как всегда, с первого столбика по последний, то есть 120 столбиков. Хотите, просто провяжите этот ряд и следующий ряд отметкой маркером. Итак, я начинаю отчитывать 2, 4, 6, далее 7, 8, 9, 10, 111, 112, 113, 114, 115, 115, 116, 117, 118, 119 и 120. Все, я довязала 2 ряда столбиков без накида. Вот он наш маркер, вытаскиваем его и теперь нам нужно связать точно такой же второй кружочек. То есть смотрите, у вас должно быть как бы две такие визуальные чашечки. Вот они немножечко у нас выгнутые, то есть они у нас не просто плашмя такие круги, а именно благодаря нашим столбикам без накида, провязанным двум рядам, без изменения, без прибавления, получились вот такие вот вогнутые или выгнутые, вот две половинки одного целого. Смотрите, вы вяжете сейчас первый, делаете соединительный столбик и обрезаете ниточку, то есть вот так вот. А второй вы ниточку не обрезаете, то есть второй кружочек у вас остается с основной ниточкой. Теперь делаете, возвращаете видео на начальную стадию, снова вяжете вот такой круг. Если вы запомнили, как он вяжется, можете самостоятельно связать круг. И мы сейчас продолжаем делать дальше. Что мы делаем дальше? Смотрите, мы сейчас берем, соединяем два круга, то есть кладем круги, вот так вот прислоняяя к друг дружке. И теперь смотрите, находим нашу основную ниточку, вот так вот присоединяем две стороны. И теперь смотрите, в следующую петельку, в следующий столбик вводим крючок и на этом же, получается, соседнем, вот, находим тоже петельку, вводим крючок в нее. То есть на крючке у нас петелька воздушная и две стороны половинки. Захватываем ниточку и вот так вот хорошо затягиваем. На крючке у нас две петельки. Сквозь них продеваем ниточку. Теперь снова берем с одной половинки петельку и с другой стороны следующую петельку. Захватываем ниточку, на крючке две петельки и провязываем как бы столбик без накида. То есть в одну стеночку во вторую провязываем столбик без накида. В одну стеночку во вторую провязываем столбик без накида. В одну стеночку во вторую провязываем столбик без накида. Для чего мы это делаем? Мы просто сшиваем два кружочка вместе. Просто, обратите внимание, мы сшиваем за обе стеночки одного полушария и второго. И вот так вот постепенно, постепенно мы сшиваем две половинки. Смотрите, мы будем сшивать вот так вот две половинки по каждой петелечке. То есть следующей мы с одного края и следующей с другого края. Не пропуская нигде петельки, мы провязываем столбики без накида. И мы будем набивать по ходу. То есть сейчас мы немножечко провяжем с вами соединение вот это. И мы будем наполнителем нашим наполнять серединку. То есть чтобы она у нас была объемная. Потому что если вы сейчас вот так вот сошьете и оставите, они получаются такие пустые, какие-то непонятные две половинки сшитые. В общем, как сдутый шарик. И нам нужно, чтобы он имел форму, объем красивенький. Поэтому мы немножечко его наполним. Если у вас нет холофайбера или какого-то другого синтепона, в общем, еще каких-либо других наполнителей, вы можете взять обычную вату. Единственное, что вата туго наполняет. Поэтому я бы все-таки посоветовала вам использовать что-то более мягче для наполнителя. Вот. И мы немножечко вот буквально чуть больше половинки дошиваем. И будем уже вот так вот наполнять вовнутрь наш наполнитель. Вот я сшила немножечко больше, чем половинка. Вот так вот у нас получается такой рубчик по краям. И теперь берем наполнитель. И вот так вот аккуратненько-аккуратненько вовнутрь наполняем. Чтобы он не сильно был такой шарик. Ну и в то же время, чтобы он не был плоским. То есть наполняете на свое усмотрение. Так проталкиваете хорошо по краям. Чтобы он по краям тоже не пустой был. Вот так вот. И у нас, как вы видите, приобретают уже такую красивенькую форму. Наша снежинка, наше туловище. Будем так считать снежинки. Вот. Уже красивенько так получается что-то. Можете еще сильнее наполнить. То есть на свое усмотрение. Хотите, можете и так вот приблизительно оставить. Оно получается довольно-таки нежно, мягенько. Очень даже красивенько. Поэтому я еще, наверное, слегка добавлю. Буквально чуть-чуть. Чтобы у меня было по краям не пусто. Вот так, как вы видите, не слишком переусердствовать тоже не хочется. Вот. И мы заканчиваем сшивание туловища. Снова продолжаем. Подтягиваем петельку. И за обе стеночки уже придерживайте холофайбер, чтобы он у вас не выскалькивал. Или любой другой ваш наполнитель. Чтобы тоже не торчал по краям некрасиво. То есть придерживаем. И просто досшиваем до начала. То есть где у нас начинали мы сшивать. Досшиваем туловище. Вот мы подошли к концу или к началу сшивания. Кончик со второго кружевочка мы прячем в серединку. И вот здесь вот делаем прям вплотную-вплотную. Я сделаю соединительный столбик. То есть после последнего столбика без накида делаем соединительный столбик. Чтобы сшить максимально плотно. Вот здесь вот зашить. То есть чтобы холофайбер у нас не выскакивал. Теперь смотрите. Туловище наше готово. Но нам нужно сделать такую своего рода подвесочку. Чтобы можно было вам использовать допустим в качестве игрушки. Либо допустим украшение на дверь или на елочку. То есть нам нужно сделать петельку. Петельку конечно же вы можете как связать, так и просто сделать какую-то веревочку. Но зачем заморачиваться, если это можно сделать по ходу работы. То есть сейчас мы наберем цепочку из воздушных петелек. Просто вот такие вот обычные привычные нам воздушные петельки. То есть набираете ту длину, которую вы хотели бы, чтобы была вот такая вот петелечка. То есть смотрите. Хотите, можете посчитать допустим петелечек 40-50 набрать. В общем просто я беру на глаз, набираю производное количество, точнее не производное количество петелек. Просто смотрю какую мне нужно сделать петелечку по размеру. То есть хотите большую, вяжете побольше, подлиннее цепочку из воздушных петелек. Хотите поменьше, оставляете поменьше. Ну то есть на свое усмотрение. Приблизительно это от 40 до 60 петелек. Я набрала нужное количество мне петелек. Вот такая вот цепочка получается. Теперь выравниваем нашу цепочку, чтобы она была не перекрученная. И находим место основания воздушных петелек. Делаем соединительный столбик сюда. Вот так вот вытягиваем красивенько. И получилась вот такая вот петелька на игрушку. То есть вот смотрите. Получается довольно таки симпатично. И теперь мы будем делать оборочку, так скажем, краешек лучики-снежинки. Смотрите, мы сделали соединительный столбик. И отсюда же, отсюда, начинаем делать цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И отсчитываем одну во вторую петельку. Делаем столбик без накида. То есть 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И через одну вводим крючок. Делаем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И через одну петельку в третью получается вводим крючок и делаем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И вводим крючок по борочке, по нашей, по шву. Делаем столбик без накида через петельку. То есть чередуем. Столбик без накида, 5 воздушных петелек. Столбик без накида, 5 воздушных петелек. Через одну петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Через одну петельку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Через одну петельку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Через одну петельку столбик без накида. Итак, нам нужно обвязать полностью по всему кружочку, вот до вот этого момента, где у нас петелька большая, то обвязывать вот так вот воздушными петлями и столбиками без накида. Мы провязали до конца наши 5 воздушных петель в столбике с накидом, но у меня получилась вот такая вот зазоринка, то есть там, где у нас вытянутая воздушная цепочка, вот эта петелька, там у меня вот зазорчик такой. Я хочу его закончить. Каким образом это сделать? Смотрите, мы провязали последнюю арочку из 5 воздушных петель и столбик без накида. Теперь делаем 2 воздушные петли, делаем накид и в петлю основания вот этой первой арочки делаем столбик с одним накидом. Он нам завершил последнюю арочку, то есть смотрите, она получается очень аккуратненькая, красивенькая, то есть такие же, как и остальные. Теперь делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, находим первую арочку и в нее делаем 5 полустолбиков, то есть незаконченных столбиков с накидом. Делаем накид, ныряем в нее, захватываем ниточку, на крючке 3 петельки. Захватываем ниточку и сквозь 2 первые петельки пропускаем нашу ниточку. На крючке 2 петельки. Так и оставляем. Снова делаем накид. В эту же арочку ныряем, захватываем ниточку, на крючке 4 петельки. Сквозь 2 первые пропускаем ниточку и оставляем 3 оставшиеся. Накид. В арочку ныряем на крючке 5 петель, сквозь 2 первые пропускаем ниточку, на крючке 4 петельки оставляем. Накид. В эту же арочку делаем, получается у нас 6 петель, сквозь 2 первые пропускаем, снова не довязали столбик с накидом. У нас на крючке 6, 5 петель. Делаем накид, снова опускаемся в арочку, довязываем 2 первые петельки. У нас на крючке уже 6 петель. И теперь смотрите, у нас получается всего 5 воздушных петелек, то есть цепочка, и 5 незаконченных столбиков с накидом, то есть 5 полустолбиков. Делаем накид и этот же накид пропускаем сквозь все петельки на крючке. У нас получается на крючке 1 петелька. Воздушная петля. И теперь делаем 5 воздушных петелек снова. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в воздушную петельку, ныряем крючком. У нас на крючке, вот смотрите, одета петелька одна, и ныряем в первую петлю воздушную. Захватываем ниточку и продеваем сквозь все 2 петельки. У нас получилась вот такая вот штучка, вот такая вот воздушная петелька, или как ее назвать. В общем, в вязании она называется пико, то есть пико из 5 воздушных петелек. Теперь снова делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Находим следующую арочку. Вот она у нас, следующая. У нее провязываем столбик без накида. Теперь делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 4 петли. Вот здесь вот в петлю в четвертую, начальную петлю основания первую. Вводим крючок, захватываем сквозь нее ниточку. И сквозь ниточку, петелечку на крючке захватываем. То есть, смотрите, у нас получается пико из 4 воздушных петелек. То есть, мы здесь делали сверху из 5, здесь из 4. Снова делаем в эту же арочку столбик без накида. То есть, мы сейчас будем чередовать вот такой элемент большой с пико из 5 воздушных петелек. И вот такой элемент из столбиков без накида 2. А между ними пико из 4 воздушных петель. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. В следующую арочку делаем 5 незаконченных столбиков с накидом. Захватываем ниточку сквозь арку. Сквозь 2 первые петельки провязываем неполный столбик с накидом. Снова накид. Через 2 первые петельки второй столбик неполный с накидом. Снова третий раз. Через 2 петельки третий неполный столбик. Четвертый раз через 2 петельки 4 незаконченных и воздушные петли. И пятый раз незаконченные 5 столбиков с накидом и воздушные петли. Сквозь них продеваем полностью ниточку на крючке. Воздушная петля. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в воздушную петлю и делаем соединительный столбик. Сквозь все петельки на крючке. Сделали пико. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Находим следующую арочку. В нее делаем столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Находим первую петлю. Сквозь нее. И петельку на крючке пропускаем ниточку. Делаем соединительный столбик. Сделали пико из 4 воздушных петель. В эту же петельку делаем столбик без накида. Как бы закрепляем пико. Теперь снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. И 5 незаконченных столбиков с одним накидом полностью. Не довязывая столбик с накидом. Итак, 3 недовязанных. Далее накид. 4 недовязанных. Накид. 5 недовязанных. На крючке 5 незаконченных столбиков с накидом. И воздушные петли. Сквозь них делаем их. Делаем их. Соединяем общей вершиной. Делаем воздушную петлю. 5 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. В воздушную петлю делаем соединительный столбик. Сквозь петельку на крючке. И первую петельку подъема. Сделали пикон. И теперь делаем снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Находим следующую арочку. Делаем столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в первую петлю. Делаем соединительный столбик. Сквозь нее и петельку на крючке. Сделали пикон из 4 воздушных петелек. И завершаем столбиком без накида. Вот так вот до конца. Если мы будем чередовать так до конца. Вот такие вот элементы. Получится очень даже красивая снежинка. То есть мы обшиваем. Или как правильнее сказать обвязываем. Вот такими вот элементами нашу серединку. Получается очень даже красивенько. Благодаря вот этим вот пиком снежинка с такими острыми краешками красивыми. Здесь очень просто. На самом деле здесь нужно только понять принцип. Смотрите. Большой элемент состоит из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Затем накид из 5 в арочку незаконченных столбиков с одним накидом. 1, сюда же второй, сюда же третий, сюда же четвертый и сюда же пятый. Соединяем все вместе общей вершиной. Делаем воздушную петлю и пико. Для пико набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в воздушную петлю соединительным столбиком. Соединяем все петельки. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку делаем столбик без накида. И вот эту арочку в следующую делаем пико из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в первую петельку и делаем соединительный столбик. И закрепляем пико маленькое столбиком без накида в арочке. То есть большая, маленькая, большая, маленькая, большая, маленькая. И так чередуем. Смотрите. Переход из арочки в арочку 5 воздушных петель. Затем обязательно на вершине из 5 столбиков незаконченных с общей вершиной делаем пико из 5 воздушных петель. А в переходе в арочку в другую делаем пико из 4, то есть маленькую очень такую вот петельку. и отделяем столбиками без накида. Как бы закрепляем в арочке столбиками без накида маленькое пико. То есть здесь ничего сложного нету, я думаю. В принципе, получается очень красиво. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 5 незаконченных столбиков с одним накидом. 1, 2, далее 3, 4, и сюда же 5. Соединяем все вместе общей вершиной, делаем воздушную петлю. Как бы закрепляем наши столбики. Теперь пико. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Воздушную петельку в первую делаем соединительный столбик. Сделали пико, набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую арочку переходим столбиком без накида. Закрепляем. Затем делаем пико из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, возвращаемся в первую петельку, делаем соединительный столбик. Сделали соединительный столбик и закрепляем пико столбиком без накида. Для тех, кому не очень понятно, а разбирается больше в схемах, обязательно схемку я прикреплю к этому видео, чтобы вам было более проще для тех, кто любит вязать по схемам. А для тех, кто любит вязать по видео, я думаю, что на вот таких 5 элементах я вам показала, как сделать. И просто чередуем большой лепесточек, будем так называть, лучик снежинки, с маленьким, большой, маленький, большой, маленький. Как бы большой дополняет маленький, а маленький дополняет большой. То есть вот так вот красивенько, пышненько смотрится довольно-таки. И продолжаем до самого-самого конца чередовать большой-маленький, большой-маленький, большой-маленький. И вот мы подошли к последнему рапорту. Сделали 5 воздушных петелек. Теперь делаем 5 незаконченных столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Соединяем их общей вершиной. Делаем воздушную петлю пико из 5 воздушных петелек. 3, 4, 5. Возвращаемся в воздушную петлю, делаем соединительный столбик. И 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в следующую арочку. Делаем столбик без накида. Теперь поднимаемся 1, 2, 3, 4 воздушные петли пико. Возвращаемся в первую воздушную петельку, делаем соединительный столбик. И сюда же делаем столбик без накида. То есть как бы закончили мы вот здесь вот где делали столбик с одним накидом вместо 3 воздушных петелек. То есть где мы делали последнюю арочку. Сюда мы сделали последний элемент. Теперь привытягиваем немножечко ниточку. Обрезаем ее после столбика без накида. Остальное вытаскиваем. И вот здесь нам нужно будет хорошо закрепить нашу ниточку. То есть вот здесь вот. Краешки там где мы закончили. Вот она наша петелька вытянутая. И вот такое получилось у нас обвязывание. Единственное что, возьмите немножечко пропарьте через марлю, либо ткань какую-нибудь тоненькую. И немножечко нам нужно в порядочек привести ровненько, гладенько, чтобы был красивенький наш вот здесь вот узорчик. То есть наши, ну в общем лучики, снежинки. Вот так буду называть. Хотя, если честно, очень сильно похоже на солнышко. Если связать желтеньким цветом, то получится замечательная вот такая вот для ребенка игрушечка-солнышко. То есть вот такое замечательное получается у нас творение. И нам нужно сделать сейчас личико. Для снежинки личика нам нужно связать носик, а затем глазки мы пришьем бусинки и любую улыбочку сделаем, затем украсим на свое усмотрение. Итак, для носика берем снова ниточку нашу беленькую и делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его, как изначально это делали, и в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петельку, стягиваем наше колечко. Теперь нам нужно сделать, как и в первый раз, прибавление в каждую петельку по столбику прибавить. Поэтому сейчас мы будем провязывать каждую петлю по 2 столбика без накида. Итак, первая петля 2 столбика, вторая петля 2 столбика. Столбики вяжем без накида, как и в первый раз. Затем третья петля 2 столбика, четвертая петля 2 столбика, пятая петля 2 столбика. И шестая петля 2 столбика. Мы прибавили 6 петель, 6 начальных, 12 столбиков по кругу. Теперь мы прочередуем столбик, прибавка, столбик, прибавка. То есть, как начальные 3 ряда при вязании основки, туловище нашего было. Так мы сейчас и сделаем по размеру третьего ряда. Вытаскиваем краешек, вот этот вот кончик, начало рядом и чередуем. Столбик без накида во вторую петельку прибавления. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик. Следующую петельку 2 столбика. Столбик. Следующую петельку 2 столбика. Следующую петельку 2 столбика. Столбик. Следующую петельку 2 столбика. И последний раз. Столбик. Следующую петельку 2 столбика. Мы прибавили к 12 предыдущим столбикам еще 6, поэтому у нас по кругу 18 петелек. Вытяните эту ниточку, которую мы ставили в начало ряда и снова поставьте ее в начало ряда. То есть, чтобы нам не брать никакую другую ниточку маркер, я вам эту же предлагаю использовать. Итак, мы отметили начало ряда и этот ряд нам нужно провязать в каждую петельку по столбику. То есть, в этом ряду мы провяжем 18 столбиков без накида. Просто вот так вот от отметочки начала ряда до отметочки конца ряда, будем так считать, просто провязываем в каждую петельку по столбику без накида. Итак, я уже практически довязала. И сейчас снова ставим ниточку в начало ряда. 16, 17 и последняя 18. Привыть анти-ниточку эту и поставьте снова в начало ряда. Теперь нам нужно прочередовать столбик без накида убавление. Столбик без накида убавление. Итак, провязываем первую петельку столбик без накида. А затем убавление мы сделаем за две передние стеночки двух петелек, за две полупетли. Провяжем столбик без накида. Снова столбик без накида. Затем за две передние полупетли следующих петелек провяжем столбик без накида. Столбик без накида обычный. Убавление делаем за две передние стеночки. хотите два полустолбика делаете без накида и делаете общую вершину но я обычно делаю вот так вот убавление то есть столбик без накида а затем за две передние стеночки провязываю обычный столбик без накида как нам нужно провязать до конца ряда мы убавили 6 раз поэтому 18 на 6 у нас по кругу сейчас 12 столбиков без накида или 12 петель теперь ниточку вот эту обрезаем которая нам отличала начало конец ряда она нам уже не нужна мы берем немножечко нашего наполнителя буквально так чтобы немножечко и наполняем вот этот наш полушарик вот так вот аккуратненько берем если у вас вата то наполняете ватой если синтепон наполняете синтепоном силикон значит силиконом в общем вот так вот наполняем и у нас получается вот такой замечательный носик теперь делаем следующую петелечку соединительный столбик вот этот сквозь этот соединительный столбик протягиваем ниточку и вытягиваем оставляем ниточку сантиметров 15 для пришивания наш носик готов теперь берем наш носик и основку находим вот здесь вот где у нас должен находиться носик вот здесь вот и пришиваем его вот такой замечательный носик у нас получился поэтому пришиваем его к серединке эту ниточку мы прячем вот эту ниточку когда пришьем тоже и и спрячем чтобы она нам не мешала и затем будем делать глазки и ротик носик пришит и теперь нам осталось пришить глазки наметьте изначально простым карандашиком где вы хотели чтобы у вас располагались глазки ближе к друг дружке дальше опять же размеры бусинок сами выбираете улыбочку либо в общем принципе можете вышить хотите можете какой-то фетровый язычок добавить в общем на ваше усмотрение можете вышить как черная ниточка и так и какой-то цветной то есть розовой красненькая в общем на ваше усмотрение хотите можете украсить каким-то бантиком то есть в принципе вот такая вот веселенькая снежиночка в итоге получается я надеюсь что вам понравилось было все понятно опять же повторюсь оставлю вам в конце видео схемку на эту снежинку носик мы пришили и в итоге намечаем изначально простым карандашиком где вы хотите чтобы располагались у вас глазки хотите можете глазки просто вышить хотите можете пришить бусинки опять же диаметр бусинок выбираете вы сами я вот остановилась на вот таком ротик вышиваете либо красненьким цветом либо розовеньким либо просто черненьким то есть на ваше усмотрение у меня получилась вот такая замечательная снежинка я надеюсь что у вас тоже получилось все замечательно и украшаете ее на свое усмотрение как хотите то есть здесь уже проявляете свою фантазию хотите можете добавить чего-то зелененького здесь ну то есть такое в новогоднем стиле хотите можете какую-то пуговичку бусинку пришить лишнюю ну то есть здесь украшаете уже все на свое усмотрение не забудьте немножечко подгладить вот эти краешки выровнять чтобы было более так красивенько украшаете вышиваете я надеюсь что у вас все получится если что оставляйте в комментариях вопросы задавайте с удовольствием помогу отвечу я надеюсь что вам понравился мой видео урок поэтому ставьте лайки конечно же подписывайтесь на мой канал всем пока пока